скажите пожалуйста вы работаете не в суде случайно романтика организации оборит репортер хотели узнать вы работаете в суде у вас сейчас не рабочее время а вас как зовут меня зовут а фамилия моя фамилия суворов очень приятно а вы понимаете что у нас свободен кто у нас не работает тот может выпить коньячок у нас работает тут я не в сердце не пьет а вы я так понял увидели сенсацию да вы увидели о том что судьи обедают и вы решили нам сообщили что судьи пьют в рабочее время мы пришли я могу спросить у вас люди сказали вот вы хотите выступаете за идентифика я да да вот скажите пожалуйста вы видели что здесь кто-то и судей пил я у вас пришел спросить об этом вот его не отвечаю вы не вы судья да да вы не пили нет а кто коньяк пьет может быть я да скорее всего даже я вот мы пьем просто там остатки коньяка но вы не пили аппарат ну я там с вами стоит нет такое впечатление что там цистерна это не коньяк это суп а то есть немножко чуть-чуть парик можно да у рабочего есть чуть-чуть чуть-чуть не утрируйте помаленько спасибо что вы нам уделили внимание спасибо пожалуйста конечно пожалуйста осведите это в средствах массовой информации покажите как судьи обедают я хотел бы акцентировать внимание на том что во сколько начинается рабочий день 8 утра да я уже понял восемь утра начинается обед и то что вот люди зашли просто пообедать и это является пристальным вниманием ну если судьи пьют а потом допустим идут какие-то у них процессы и они в алкогольном состоянии принимать не очень хорошая поэтому я пришел задать вас вопрос будущего объективным человеком я думаю вы реально скажете вы видели ли вы что кто-то из присутствующих здесь пил а потом посреди волне он посреди этого дела я прошу вас пока дело в том что против обеда судьи никто не имеет ничего против если я пришел я пришел посетитель кафе случайно увидел эту сцену я тоже хочу обедать или здесь обед только для судьи нет что спецобслуживание специальные мероприятия это не право но так там и написано а как там написано как вы осуществите и администрация администрации вопроса они кафе я тоже хочу понять не работе разрушаетесь рядышком вот в возрасте объективным человеком дело не в этом дело все в том что мы к этой табличке никакого отношения не вижу что вы очень порядочный приличный чек иногда да спасибо что вы засняли вот эту табличку что там написано честно говоря я не читал что там написано что у нас спецобслуживание 12 до 15 не работает как же шлиф не работает а вы обедаете объясните до 15 00 да интересно вы обедаете а кафе не работает как вы находитесь в заведении которое не работает вы просто думали что здесь это же не к нам вопрос позор я не хочу портить вам аппетит будьте просто честны будьте честны я же говорил никто не кто тем будьте честны по какой причине вы закрыли заведение мне отдали указание на 12 человек на 12 человек на 12 человек вот так вот знаете вот все вот все вот все пока не выросла какая-то молодежь и не был честны я буду надеяться надеяться что они вернут только за кофе распивают алкоголь что мы собственно наблюдаем что это не алкоголь вы не видели что в суде пили здесь были люди не только суд но это остается общественность а мы объективно рассказывали о том что видели из вас рядом с вами стоят бокалы пустые которые были налит калье не стаканы а стаканы а стаканы для вас а там сок яблочный такого же цвета почему это стоит сок вы не видите стаканы и все очевидно все очевидно все очевидно вот так вот вы в суде ведете дела и принимайте лечение вы видели о том что грубо судьи обедали даже не обедали а пилы ну как кофе там коньяк послушайте ну вы не перебивайте мне уже хотите услышать на столе действительно была бутылка коньяка но то что судьи пили это неправда этого не было судьи и просто стояло да хорошо а от вас почему алкоголь я вам еще раз говорю от вас почему алкоголь вы просто утрируете ситуацию вы говорите неправду от меня не может пахнуть алкоголь от меня может быть пахнуть кофе от меня просто в вас возле стояла бутылка коньяка просто стояла ну вот вы же опять видите утрируете ситуацию и вы делаете все таким образом чтобы дискредитировать человека вы человек можете поверить? это неправда почему? потому что я не пью я не пью а вы готовы опять еще стать с нами? я не пью на хоть сто раз серьезно? Вадик человек готов против тест с нами в гости проедем сезон он уже пошел да добровольно если есть желание можем вместе проедем я могу туда организовать я могу туда поехать ну ну у вас по походке даже видно что вы пьяны при том опять вы дискредитируете у нас есть организация грех всем показали удостоверение ну вы сказали что вы готовы это ж не пустые слова или пустые? вы достаточно меня знать мы мешали и можно что мне сделать Я, наверное, сам поеду для того, чтобы снять все вопросы. Нет, конечно, вы сами поедете, заплатите, и вам дадут справку, что у вас так хорошо. Господь, я в отличие от вас не поступаю таким образом. Я честный гражданин. Я так тоже не поступаю. Почему в отличие от нас? Думаете, мы так поступаем? Потому что вы несли какие-то факты. Гости забыли цветы? Не забрали, да. То есть они на обед с цветами ходят? На обед они ходят с цветами? Я не знаю, они же передо мной не отчислены. Какой-то праздник.